Приезд журналистов из Индии одной встречи не ограничился. Чтобы показать пример развития промышленности на полуострове, гостям организовали экскурсию по одному из крупнейших предприятий Крыма, специализирующегося на изготовлении электросварочного оборудования. Наш ряд сварочного оборудования представлен как от самых маленьких, бытовых, до больших промышленных источников на токе выше 1000 ампер, позволяющие питать как сварочные автоматы, так и многопостовые на 8 и более постов одновременно. Все работает, объемы производства растут, а в перспективах сомнений нет. На этом заводе прекрасно помнят украинскую разруху. Поэтому даже формальные и естественные трудности непростого периода, переход от одной системы в другую, здесь в завтрашнем дне уверены. Попадая сюда, люди убеждаются в том, что Крым это не только курортное место, максимум еще может быть какой-то сельскохозяйственный регион, а еще здесь сразу это достаточно хорошо промышленность. Для многих это вызывает даже некоторое удивление, что есть на территории Крыма действительно такие серьезные предприятия, которые конкурентоспособны и с российскими предприятиями, которые находятся на материке, и с теми предприятиями, которые в том числе и находятся за пределами России. После информационной обработки про западные СМИ даже у представителей дружественной нашей стране Индии закралось сомнение. А что же на самом деле в Крыму? По итогам визита они лишний раз убедились, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы ожидали увидеть не такую радужную перспективу. Мы ожидали увидеть немного депрессивный регион. Это то, что касается переходного периода. Но мы увидели совершенно противоположную ситуацию. Мы увидели большие перспективы. И я думаю, что индийская дружба должна развиваться. И должны вливаться инвестиции, потому что Крым – это один из лучших регионов. А поверьте, я путешествовал много. Поэтому Крым – очень привлекательный регион для инвестиций. Это не последний объект посещения. Впереди у индийской делегации запланирован целый ряд не только промышленных предприятий, но и культурно значимых мест. Екатерина Наумова, Игорь Романенко. Время новостей.